Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – аддиктивное поведение подростков. Аддикция в широком смысле слова – это зависимость от чего бы то ни было. Стремительное развитие науки и техники с одной стороны делает нашу жизнь легче, а с другой стороны подбрасывает новые проблемы духовного плана. Аддиктивное поведение подростков заключается в том, что они пытаются расслабиться с помощью определенных видов деятельности, либо с помощью употребления психотропных веществ. К сожалению, дедовские методы воспитания сегодня не всегда срабатывают. Для того, чтобы воспитать самодостаточную, гармоничную личность, родителям нужно много знать. Какие же виды подростковой аддикции существуют и как вовремя заметить у ребенка склонность к определенного вида зависимости? Об этом и о многом другом буквально через минуту в этой студии мы будем говорить с нашими гостями. Аддиктивное поведение напоминает отвержение окружающего мира, при котором человек отграничивается от общества, используя какие-либо развлечения в виде интернет-развлечений, азартных игр, чрезмерной траты денег. Эта проблема встречается не только у взрослых, но и у подростков. Причиной отчуждения от реальности часто становится отсутствие взаимодействия или нарушение общения с окружающими. Гормональные перестройки у подростков приводят к всплеску эмоций, появлению агрессивности. На них оказывают влияние родители, друзья, одноклассники, с которыми ребенок зачастую не может найти общий язык. Итак, еще раз назову тему нашего сегодняшнего выпуска. Это аддиктивное поведение подростков. Ну а в студии у нас специалисты, с которыми мы будем об этом говорить. Это психотерапевт, психиатр-нарколог Светлана Иванова. Здравствуйте, Светлана. И медицинский психолог Александра Науменко. Здравствуйте, Александра. Итак, вот новое для себя слово я недавно узнала. Аддикция. Естественно, почитала по этому поводу много, но я так думаю, что для большинства наших телезрителей она тоже будет новым. Если можно, вот чуть-чуть введите нас в курс дела. Что же все-таки такое аддикция в психологическом плане и насколько это серьезное вообще дело? Ну, мне кажется, неважно, как называется, то есть какой термин мы используем, главное понять суть, да, происходящего. Это склонность к зависимости, грубо говоря, да, если просто. Ну, говоря так, общо, существуют химические и нехимические зависимости, вы про это проговорили, да, и то бишь аддикции, да, то есть когда человек выбирает некое средство либо поведение для того, чтобы реализовать какие-то свои внутренние потребности. Получать удовольствие от жизни с помощью таких неадекватных, да, ненормативных способов. Это, как вы сказали уже, психоактивные вещества, любые другие не вещества, если относиться к нехимическим зависимостям, то таким образом он получает удовольствие от жизни, но тем самым разрушая себя. Поэтому термин данный применяется. Вы знаете, вот шла я на этот эфир, и один из моих коллег, значит, сказал такую вещь, то есть подростки хотят расслабиться, еще не устав от этой жизни. Вот в чем здесь парадокс? Здесь, наверное, не про то, что не устав, а именно поиск ощущений. У каждого из нас есть потребность в поиске ощущений, такой удовлетворенности, удовлетворения от какого-либо, какого вида деятельности. И таким образом это не про усталость, да, это про то, что мне хочется получить удовольствие. А удовольствие, опять же, заключается в разных компонентах. А связано ли оно с тем, что вот благодаря бурному развитию науки и техники высвободилось огромное количество времени? Хотя, с другой стороны, мы постоянно слышим, что сегодня школьники очень нагружены какими-то там не только учебными занятиями, но и досуговой деятельностью и так далее. Тем не менее, все-таки свободное время есть. Не у всех оно загружено. Это же может быть не связано не только с удовольствием, да. Мы забываем еще о том, что это и способ ухода, да. То есть это способ ухода от реальности. Ну, не важно от чего в этой жизни, да, от реальности, от той реальности, которая может не устраивать, да. Вот здесь и сейчас я не получаю чего-то, да, вот как говорит Александра Игоревна, удовольствие, да, от какой-то деятельности. И я ухожу туда, где я могу получить это некое удовольствие быстрым способом, да, ну или привычным способом. Потому что к нехимическим аддикциям относят и, например, трудоголизм, да. То есть это тоже один из способов. То есть он может быть более такой конструктивный, хотя со мной многие могут поспорить, да. Спортивная аддикция тоже может быть, да. Шопоголизм. Шопоголизм. Ну, то есть вариантов очень много. Но есть, опять же, может быть, это не совсем правильное высказывание, более конструктивные, более деструктивные, да, ну или социально приемлемые и социально неприемлемые, да, аддикции. Ну, понятно, да, когда ваш подросток будет заниматься активно спортом и будет большую часть времени тратить на спорт, и это немножко приведет к страданию, там, образовательного процесса, да, вы не столь бурно будете реагировать, если вы узнаете, что он употребляет алкоголь, там, да, или наркотики. Это уже более такой вариант тяжелый, да. Да, да. То есть, ну, однозначно деструктивный, да. Поэтому к аддикциям относится действительно очень много времяпрепровождений, и если мы говорим о нехимической аддикции, да, и психоактивных веществ, если мы говорим именно о них. Вопрос в том, мне кажется, то есть нужно потратить время на то, чтобы понять, с какой целью человек это делает, что с ним происходит, зачем ему нужно нечто для ухода, да, то есть что его не устраивает здесь, да. Вот мне кажется, нужно разобраться именно в этом, да, вот в том, что сейчас происходит. Уважаемые телезрители, если вам интересны наши темы, если тем более у вас есть вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните, наш телефон 67 97 67, если позволите, я уже начну задавать вопросы, которые пришли накануне. И вот, в частности, Оксана из Великого Новгорода пишет, что у ее подруги есть дочь, ей 15 лет, девочка всегда была ласковая, добрая, отзывчивая, послушная. Но все изменилось, сейчас она груба. Прогуливают школу, дерзит маме. Все ее отговорки, ты не знаешь, что у меня творится в душе. Мы даже хотели сводить ее к психиатру, чтобы тот посмотрел, все ли у нее в порядке, что делать, кому обратиться. Ну, вот, наверное, психолог даст ответ. Да, достаточно актуальный вопрос по поводу того, что делать, кому обратиться. Когда возникают трудности, подросток меняет какую-то свою модель поведения, до этого он был ласковый, приятный, исполнительный, и потом что-то происходит, что он не отвечает на наши вопросы, не хочет делать уроки, возникает ряд сомнений у родителей зачастую. Здесь у подростка происходит ряд изменений, поэтому если вопрос возникает, к кому обратиться, здесь важно помнить, кто такой психиатр, кто такой психолог, кто такой медицинский психолог и психотерапевт. Потому что зачастую психиатры боятся и не идут. Здесь как раз есть возможность, есть и школьные психологи, куда можно обратиться. Есть центры психологической службы и поддержки, где также работают психологи, к кому можно обратиться. И там озвучить в контексте и семейной терапии, и индивидуальной терапии, как родителей, так и детей, определенные вопросы и недопонимания. То есть здесь, если есть беспокойство у родителей, в первую очередь родитель также может позвонить даже на службу телефона доверия, обсудить эти моменты и в дальнейшем уже учитывать стратегию своих действий. Но в первую очередь, если дома есть эмоциональный контакт, то здесь как раз в процессе диалога можно определить и услышать ребенка, что же сейчас происходит у тебя, и чем я как мама, как родитель могу тебе оказать помощь. И вместе выработать стратегию для решения этих задач постепенно, не сразу. Ну, а в всяком случае сразу к психиатру не надо идти, да, вот если ребенок начинает дерзить и проявлять непослушание. Сначала обратиться к психологу. Ну вот я просто немножко хотела наполнить, да. Просто когда ребенок маленький, он все-таки более послушен, да. Мама для него является непререкаемым авторитетом, самым главным человеком в жизни, абсолютно таким магическим, да, существом, которое может все, которое все понимает и все прощает. И это самое значимое лицо. Когда начинается подростковый возраст, у ребенка начинают меняться немного стереотипы, да. Он начинает замечать, что мама — это земная женщина, что у нее есть тоже какие-то там недостатки, может быть, даже, да, что она чего-то не знает, чего-то может не понять. Это, в принципе, нормально, да. То есть человек просто начинает взрослеть, он начинает видеть реальность такой, какая она есть. Вот это магическое мышление рассеивается, да. Это в 11-11 лет происходит? Даже с 9-10. Да, с 9-10 даже. Да, подростковый возраст сейчас фиксируется с 9 лет. И в этот момент, безусловно, ребенок может проявлять какие-то новые чувства в отношении своих родителей, да. То есть он может не только быть таким добрым, покладистым, ровным, беспокоиться по поводу того, что я не имею права проявить гнев, а он начинает понимать, что, в принципе, он имеет право проявить гнев, да. И он не имеет ничего такого сказать, да. Вот когда он гневается, он не говорит, мама, я тебя не люблю, ты плохая мать, и я хочу убежать отсюда на край света, да. Он просто говорит, я сейчас гневаюсь, да, и он как бы говорит, мне очень хочется, чтобы вы меня просто приняли гневающимся, да, что я, у меня бывает еще, вот я бывает злюсь, да. То есть он хочет в этот момент проявления понимания и любви, да. А если в этот момент мама будет думать, что, наверное, это признак болезни, да, то, наверное, ребенку в этот момент как раз и будет очень сложно. И страшно. И страшно, да, потому что в этот момент он получает запрет на выражение чувств, да. То есть получается так, я тебя люблю, когда ты говоришь, мамочка, усечки-пусечки, да, и, к сожалению, ты, наверное, странный, да, и как-то мне больно и тяжело, если ты вдруг говоришь, что ты злишься, да. Но ведь мы-то с вами тоже злимся, взрослые, да, мы же имеем право злиться. Вот мы злимся же на своего ребенка, когда он, например, уроки не делает, да, или вещи разбрасывает. Но мы же тоже при этом его любим, правда? То есть это про спонтанные эмоции, которые имеются у детей и у взрослых. Ну вот вы, как специалисты, можете правильно отреагировать, да, вот на такое изменение в поведении ребенка. Я думаю, что большинство родителей все-таки по-прежнему, даже у девятилетних, десятилетних и далее, требуют беспрекословного послушания, ну или, во всяком случае, вот какой-то доверительности со стороны ребенка, хотя те начинают закрываться. И они порой не знают, как себя вести. Вот поведение мамы и ее подруги свидетельствуют об этом. Наверняка вот не единичный случай. Как в такой случае, вот если человек не знает, что сказать, да, как все-таки наладить с ребенком общение, как поступить, где искать помощь, где научиться этому? Здесь тоже, да, как себя вести. Здесь бывает же ситуация, что нужно спонтанно, да, резко в роли данной ситуации отреагировать. Поэтому важно прислушиваться к себе, в первую очередь, родителю. И когда я не знаю, что мне сказать, да, я растерян, я теряюсь от твоего поведения, мне на самом деле сложно и страшно смотреть, что с тобой происходит, и я постараюсь помочь, если ты там этого захочешь. То есть быть в контакте с ребенком – это важный компонент. Но в то же время, где искать помощь, это также можно. И записаться на консультации, получить различную информацию, которую также владеют психологи, специалисты различных служб. То есть сейчас, в принципе, это все доступно, учитывая средства массовой информации, различные социальные площадки. На нашем сайте также, Катарсис 53, есть школа успешных родителей, где освещены ряд тем, которые посвящаются как раз детско-родительским отношениям, агрессивному поведению и многим другим аддиктивным темам, где также можно задавать вопросы онлайн и в дальнейшем писать письма, где на них отвечают. Катарсис 53, так называется, это сайт. Это наш сайт. Это сайт. И там наверняка есть телефон доверия. Сейчас мы его не будем оглашать, это длинная череда цифр, наверняка мало кто запомнит. Но вот на сайте Катарсис 53 можно этот телефон найти. То есть здесь еще вопрос про то, что когда есть желание, есть ряд возможностей. Возможности сейчас в нашем современном обществе, они имеются. Очень много информации. Но важно, опять же, учитывать. Не применять каждую информацию, которая поступает. Да, все-таки примерить сначала, а потом применить. Таня, ей 14 лет. Вот пишут и подростки. Она пишет, мне кажется, что мне моя мама не доверяет. В декабре мы с классом вместе с учителем собирались на турбазу с ночевкой. Меня мама не отпустила и не объяснила, почему. Проблем с деньгами нет. Я спрашивала, но мама уходит от ответа. Спрашивала, вероятно, почему не отпускает. Поводов для недоверия я не давала. Скажите, пожалуйста, правильно ли моя мама поступает? Ну, вопрос провокационный, правильно-неправильно. В каждом конкретном случае правильно и неправильно, оно имеет свое собственное значение. Мы не знаем всей предыстории этого звонка. Но хотелось бы просто, наверное, ответить так. Доверие, на самом деле, оно долго зарабатывается и быстро исчезает. То есть для того, чтобы доверие разрушилось, нужно очень мало. Я не хочу сейчас... То есть это моя тирада, она ни в коем случае никого не оправдывает и не обвиняет. Но если отвечать ребенку про доверие, то в данной ситуации я не могу сказать, как правильно или неправильно поступает мама, потому что я не знаю всей истории. Наверное, я хочу ответить так. Так у мамы были какие-то внутренние основания не доверять, да? Ведь она же обладает таким правом иметь какие-то основания. А вот если бы я отвечала маме, в данном случае, наверное, это тоже очень важный момент. Когда мы не даем разъяснения на какие-то свои запреты, это влияет наиболее сильно на подростка, на ребенка, да? Потому что он остается один на один с результатом, да, вот такого запрета. Дело было в декабре, а до сих пор этот вопрос мучает. И это именно больше всего ранит. Потому что, возможно, у мамы есть рациональное объяснение, которое, возможно, основано на какой-то тревоге за жизнь, за здоровье, за благополучие ее ребенка, да? Но девочка об этом ничего не знает, да? И у нее возникает ощущение, что она причина вот такого поведения маминого, да? И сразу возникает вопрос про недоверие. Это просто, наверное, важный момент, хороший такой вопрос для того, чтобы другие родители, может быть, мама этой девочки еще раз задумалась о том, что дети, они какими бы взрослыми ни казались, да, но им очень важно именно рационально объяснить, почему, да? То есть зачем я запрещаю то или иное, да? Как бы это ни было понятно, казалось бы, да? Все-таки важно объяснить именно с моей точки зрения, почему нет. Иначе это может вызвать очень глубокий осадок. Все-таки даже постфактум можно маме, вот если вот, ну, дай бог, чтобы мама услышала эту программу, маме уже задним числом, как говорится, объяснить все-таки, почему же этот запрет произошел. Ну, конечно, потому что, возможно, тогда ребенок перестанет думать про то, что ей не доверяют, а поймет, что это, в принципе, имеет отношение к маме, к ее тревоге, к материнской тревоге, там, за здоровье ребенка, да, а не... И проблечь между мамой и дочерью исчезнет. Ну, в любом случае, сократится. Да, любой разговор, он сокращается. Ну, сократится, во всяком случае, да, если она наметилась. Ирина из Боровичей пишет. Мы с мужем находимся на стадии развода. Дочери 12 лет. Мы не живем вместе месяц. Отношения сложные. То миримся, то ссоримся. Ребенок все это видит. У мужа другая женщина. Когда он приходит к дочери, берет свою подругу. Ну, видимо, где-то на территории города. Я считаю, что лучше ему встретиться с ребенком одному, но, боюсь, он меня не послушает. Не травмирует ли это психику девочки, спрашивает мама. Здесь, опять же, актуальный вопрос по поводу хорошего брака и хорошего развода. Как я услышала, что, да, процессуальный еще компонент происходит, разводится. Да, то ссорится, то мирится на глазах у девочки. И здесь важный момент в том, что какие взаимоотношения между супругами, это как мужем и женой, и каким образом они выстраивают свои взаимоотношения в качестве воспитания дочери. Это же, конечно, вопрос взрослых. Здесь важно дочке не занимать место взрослого, быть дочкой 12 лет, а бывшим супругом, либо супругом в процессе развода определиться в своих действиях в отношении ребенка. И важно здесь слышать друг друга, потому что иначе ребенок будет включаться во все эти взаимоотношения, которые, конечно же, травмируют каким-либо образом. Это и страхи, и переживания как за папу, так и за маму. Потому что неважно, какой происходит результат в плане жизненных отношений, бывает, что любовь прекращается, но родителями остаются родители всегда, папа и мама для этой дочки. Неважно, будет ли у одного семья, у другого. И сейчас, к сожалению, это популярно, такие бинокулярные семьи, когда уже одна семья, вторая и ряд детей взаимодействуют, и между собой родители взаимодействуют. И, в принципе, это можно назвать хорошим разводом, когда папы никуда не улетают в космос и так далее, а, опять же, взаимодействие есть, и мама остается мамами для этих детей. И в то же время тогда, получается, поведение детей улучшается, они слышат родителей и включаются в такие семейные взаимоотношения в качестве ребенка. Поэтому здесь важный момент для мамы как ответ. Это про то, что обсудить по-взрослому вопросы воспитания дочери с папой и учесть один стиль воспитания и ему следовать. Для того, чтобы у дочки был надежный буфер безопасности, и она ощущала себя ребенком в семье. А то, что папа на встречу с девочкой приходит с другой женщиной, вот как вы на этот момент смотрите? Там тоже могут быть разные аспекты по поводу появления другого. В любом случае, папа остается папой для девочки. Там, да, это зависит уже от взрослого, каким образом он представляет эту другую женщину. И здесь тоже в истории неизвестно, это через призму мамы мы видим то, что это, возможно, подруга, возможно, еще какие-то отпечатки ее чувственного отклика в отношении своего супруга, бывшего либо нынешнего. И здесь важно, опять же, разобраться с взрослым. Александра спрашивает, вернее, она пишет, что у дочери-подростка мысли о суициде. Она написала стихотворение с таким текстом. Она стояла на крыше, была готова упасть, не думала о Всевышнем, не думала в ад попасть. Ну и так далее. Про упреки взрослых, и мои в том числе, про отсутствие счастья, про невозможность жить. Как я должна на это реагировать? Смогут ли быть последствия? Ну, кто начнет? Александр? Я могу, да, начать. Коллега продолжит. Здесь письмо, да, вот сразу первые строчки, это призыв о помощи. Это если брать анализ творческой деятельности, конечно же, там есть сигналы, на которые стоит обратить внимание любому взрослому. Если это видит педагог в школе, если родитель. Если видит педагог, обязательно обратиться к родителю, а родителю в дальнейшем обратить внимание, что происходит с ребенком. Потому что просто так и единократно такие письма не пишутся. И зачастую это может быть длительная история, которая может, опять же, длиться с раннего подросткового возраста, эпизодами как-то наблюдаться. И опять же выйти на диалог. Когда я увидела, что я почувствовала про данное письмо, что тебя беспокоит, если есть этот диалог, это здорово. Может быть телесный контакт какой-то, обнять ребенка, проговорить, какие переживания у меня есть, когда я вижу тебя в таком состоянии. Любой контакт – это уже такой профилактический компонент аддиктивного поведения. Аддиктивное поведение – это в отношении как химических, так и нехимических компонентов. И он, опять же, позволяет более разобраться в ситуации и определить задачи для их прояснения. Поэтому контакт, коммуникация и обратить внимание обязательно на то, что происходит с ребенком в поведении. Эмоциональный фон, его деятельность, возможно, это снижение учебной мотивации, возможно, нежелание общаться. Это, на самом деле, очень явные и яркие признаки в поведении. Часто родители видят это, но почему-то не обращают внимания. Что нам скажет психотерапевт? Ну, на самом деле, хочу сказать еще немного языком статистики. У нас работает детский телефон доверия. Для трудных ситуаций туда звонят и дети, и родители. Мы неоднократно про это говорим. И на телефон доверия ежегодно звонит где-то человек 15, подростков и молодежи до 25-30 лет по поводу суицида. Бывают не только суицидные мысли, но и суицидные намерения, и даже суицидные попытки. Мои сотрудники несколько раз бывали как раз свидетелями, и они пытались спасти людей, которые стояли на крыше, пытались повеситься, резать вены и так далее. То есть разные такие ситуации есть. И действительно, это очень серьезно, потому что это действительно призыв о помощи, какой бы он ни был. И даже иногда это выглядит, может быть, как явный такой призыв обратить на меня внимание. И некоторые не воспринимают это серьезно. Может быть, человек действительно не хочет оканчивать жизнь самоубийством, но ему хочется привлечь внимание к какой-то своей непростой жизни, непростой ситуации. И не обращать на это внимания точно нельзя. И вот когда Александра Игоревна стала говорить о том, что нужно спросить, узнать, поговорить и так далее, у него все время возникает вопрос к человеку, который видит, осознает, понимает, читает вот эти строчки или что-то в поведении видит, да? А что хочется сделать, да? Вот задается вопрос, надо ли что-то делать? А что хочется сделать, да? Вот что хочется сказать? Как хочется поступить в этот момент, когда мы вот что-то такое видим или слышим? Я сожалею, что время нашей программы подошло к концу. Я думаю, что мы еще встретимся с вами в этой студии и продолжим разговор об аддиктивном поведении подростков. Ну, а время нашей программы действительно просто стремительно исчезает. Я лишь хочу сказать, что завтра в нашей программе мы будем говорить о головной боли и о том, как с ней справиться. И к нам в студию придет врач-терапевт 4-й поликлиники Центральной городской клинической больницы Юлия Юрьевна Павлушина. Она готова ответить на ваши вопросы и в прямом эфире, и на присланные заранее. Присылайте свои вопросы в группе ВКонтакте «Скажите доктор», а также на сайте интернет-издания «53 новости». Их оставляйте. Ну, а я сегодня благодарю вас за участие в программе и вас, уважаемые телезрители, за то, что эти 20 минут были с нами. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин